Привет, друзья! С вами Павлик, автор и ведущий этого канала. И давайте дружно сейчас поставим лайк и напишем какой-нибудь комментарий к этому видео, ну и куда-нибудь его скинем. А видео сегодня будет посвящаться событиям в Грузии. Вот этим самым протестам, которые на той неделе происходили в Тбилиси. Сейчас я вам об этом расскажу. Путин! 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 Пурино! Итак, в Грузии, как вы помните, Россия напала на Грузию в 2008 году, отжала там 20% ее территории и там разгромила ее армию, а потом, собственно, и переустановила там правительство, да, и буквально можно сказать, что сейчас грузинское правительство частично поддерживает Российскую Федерацию. Оно делает это, так сказать, мягко и неуверенно, но поддерживает и пытается установить там такой же режим, который сейчас установлен в России, то есть какую-то диктатуру, автократию и несвободу. Для того, чтобы установить это все, нужно принимать соответствующие законы. Например, таковой закон является законом об иностранных агентах, которые очень сильно используются в России, как инструмент репрессии, меня там по этому закону на суде сто раз, что ли. В общем, много. И его можно применять как угодно, произвольно. Любого человека, который высказывает свободно свое мнение, вот как я, например, можно привлечь к ответственности по этому закону. Или можно сказать, что а он получает иностранное финансирование. Вот я с ютубчика денежку получу, если, да, если у меня монетизацию обратно включат, если меня боты перестанут атаковать. И меня можно назвать иностранным агентом, потому что что? Потому что я получил иностранное финансирование. И типа, по их логике, люди должны об этом знать, там, и быть, там, патриотом. Ну, в общем, какая-то вот такая логика. При этом они приводят в пример такой же закон в США, но не упоминают о том, что закон полностью списан с Россией. То есть, в США это было чуть-чуть о другом, мягко говоря. И это было очень давно. И, значит, соответственно, они уперлись во что? Они хотели принять этот закон, все проголосовали. Они уперлись во что? Во что они уперлись в России, да? В России этот закон пролетел, прошел, как и любой другой закон, и, в принципе, никакого сопротивления народу он не вызвал. В Грузии же власти пророссийские, да, уперлись в сопротивление людей. Что значит сопротивление людей? Это не посты в соцсетях. Ну, как, не только посты в соцсетях, не только какое-то общее недовольство на кухнях, но и это уличные протесты. Это уличные протесты, на которые там собралось много тысяч человек. И они не собирались никуда уходить, они собирались прийти в парламент и, собственно, спросить у них, а вы, собственно, на кого работаете, друзья? Вы вообще, как бы, путинские или вы наши? Почему вы так делаете? Зачем вы хотите нас загнобить этим законом? Что у нас законов нет, которые принимают? Ну и, собственно, что сделали грузинские власти? Они по путинскому сценарию, они не выездить в Москву, Володя, что делаете? Володя им сказал, делайте, как я. Ну, они сделали, на самом деле, не как он, даже хуже, да, если сравнивать с, допустим, с московскими протестами, там, с российскими протестами. Там не применялось такое количество методов подавления, как слезоточивый газ массово не применялось, потому что кто-то там вырызгал из баллончика, это понятно. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дымы, что там еще? Водометы. Водометы очень важные, чтобы... То есть, грузинские власти действовали вот прям по такому европейскому сценарию разгона массовых беспорядков. И, собственно, много людей там пострадало, да, кто-то там был задержан. Ну, задержанных было, значит, немного, насколько я знаю, на второй день там было там около семейственных человек, чуть-чуть меньше семейственных. Так вот, грузины показали, что они люди, и их надо уважать. И они против этого задержаны. М С�로н! Фу! Фу! Фуу! Фу! Принятие закона сначала отложили, потом выпустили всех заключенных. На второй день, когда после того, что отложили принятие закона, грузины все равно вышли и потребовали там другое, там чуть ли не отставки правительства. Они все равно вышли и уже потребовали новых вещей, собственно. И государство пошло на попятную, государство сказало, ладно, мы отпускаем всех, кого мы там заключили под стражу, там, кто кидал, видимо, коктейли Молотова, там, кто-то еще, в общем, на протестующих, да. И, собственно, там еще какие-то переговоры сейчас проходят по поводу того, что этот закон вообще отклонят окончательно. То есть не просто отложат, а отклонят. То есть признают неприемлемым принятие такого закона. О чем я хочу сказать? О том, что уровень сопротивления властей, да, так называемых, в Грузии был гораздо физически выше, чем на протестах в России. На протестах в России были дубинки, были электрошокеры, не было гранат, не было газа массового, не было дымов и не было водометов. Давайте скажем честно. И реакция грузинов, да, о том, что они идут на водомет с флагом, они идут там на газ, на толпу, на черепаху и пытаются что-то там доказать. Полицейский снимает с себя форму и приземляется протестантом. Что-то там на флагу. Что-то там можно делать. Что-то там намерят с входом. Эта трописка-петрация... Добро пожаловать в Казахстан! Такой реакции в России не было. В России это 10 человек снимают на телефон, как бьют бабушку и кричат «Позор!». При этом надо заметить, что в России репрессии в основном возникали после митинга. То есть то, что ты пришел на митинг и ушел оттуда, и тебя не задержали, это еще ничего не значит. За тобой завтра могут прийти послезавтра, через год и через два, и посадить тебя в тюрьму. В Грузии все чуть-чуть по-другому. В Грузии ты получаешь любви сразу, но потом, скорее всего, ничего не будет. Ну, во-первых, потому что поддержка народа, и народ гораздо сплоченнее, и отбивали своих, и держали своих, не давали задержать. Ну, а во-вторых, потому что как бы общество другое, общество и менталитет. Так вот, хочу сказать россияне, да, которые говорят, ну, нафиг выходить на протесты, че сидеть, там, это не имеет смысла. У вас уже, как бы, время от мирных протестов прошло, у вас уже мирными протестами, во-первых, ничего не сделаешь. Ну, а во-вторых, нужно уже, как бы, нужно что-то с собой брать, наверное, на... Если вы хотите что-то реально сделать, чтобы переломить ситуацию в России, чтобы остановить войну, чтобы свергнуть путинский режим, нужно уже действовать, как бы, более жестко, так сказать, да. Опять же, военкоматы сами себя не сожгут, вот, и, собственно, ну, вы поняли. Потому что, ну, я не могу говорить об этом прямо, потому что ютубчик не очень к этому отнеселся хорошо. О чем я хочу сказать? О том, что уровень подавления протестов в Грузии гораздо выше, чем в России. Но и активность народа на этих протестах гораздо выше, чем в России. И в итоге, кто побеждает? Активность народа. Активность народа побеждает жестокость подавления протестов. Вот такой вот вывод. И когда-нибудь, я надеюсь, в России к этому придут и это поймут. Ну, надежды на это, конечно, мало. Но здравомыслящим или сомневающимся? Сомневающимся. Кто смотрит это видео, я вот хотел бы об этом сказать. Что думаете об этом? Пишите в комментариях. Если вы со мной согласны, пишите положительные комментарии, ставьте лайки, рассказайте это видео. Если вы со мной не согласны, пишите тоже комментарии, ставьте лайк, дизлайк, я не знаю, хотите рассказать, хотите нет. Слава Украине! Путин вор! И Россия, наверное, когда-нибудь свободна. Слава Грузии! Сегодня. И вообще. Конец. Они. Они. Продолжение следует...